Кубань, как известно, главная детская здравница России. И сейчас в летний зной самое время подумать о том, как отдохнуть с пользой провести время с Лаенской детворе. Многим ребятам из нашего муниципалитета действительно повезло. Они получили путевку в оздоровительный лагерь. Из-за карантинных мер детская оздоровительная кампания стартовала позже, чем обычно, с начала июля. В приоритете организация отдыха для кубанских детей. По государственной программе «Дети Кубани» предусмотрено приобретение более 30 тысяч детских путевок. На проведение детской летней кампании из краевого и муниципальных бюджетов направлено более 2,5 миллиардов рублей, что на 342 миллиона больше, чем в 2019 году. И юные славянцы активно используют имеющиеся возможности. У нас уже более 370 детей оздоровились в здравницах нашей Азово-Черноморского побережья. 270 деток у нас уже получили путевки в лагеря. 31 ребенок уже у нас оздоравливается в санатории, получает лечение, в том числе 9 детей-инвалидов с родителями. Кроме того, на территории нашего муниципального образования есть такая замечательная здравница, больниологическая лечебница при Азовье, где уже получили курс оздоровления наши дети славянского района. Порядка 70 детей уже у нас оздоровились в нашей больной лечебнице. 30 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были отправлены в оздоровительный лагерь «Фламинго» на три недели по бесплатным путевкам. Благодаря содействию районной администрации и доставка в лагерь на автобусах ничего не стоило родителям отдыхающих детей. Надо ли говорить, что ребята были очень рады предстоящему отдыху? Я очень рада, что еду в лагерь. Я очень люблю море и надеюсь, что отдохну там. Я надеюсь найти новых друзей, заниматься спортом. Немного волнуюсь. А так я очень рада и хочу завести много знакомств новых. Впереди у славянской детворы прекрасный отдых на берегу теплого моря. В лагере будут обеспечены отличное питание, досуг и, разумеется, будут соблюдаться все санитарные меры. Андрей Весневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok